Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в субботу Православная Церковь чтит память святого великомученика Феодора Тирона, предлагая для нашего назидания отрывок из Евангелия от Иоанна с 17 стиха 15 главы по 2 стих 16 главы. А также за богослужением читается дневное Евангелие от Марка с 23 стиха 2 главы по 5 стих 3 главы. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. ПЕСНЯ Во время Оно и Дяше Иисус субботы сквозь осенья, и на чаши ученицы Его путь творите в остерзающей классы, и фарисей глаголуху ему, вишт, что творят субботы ежи не достоит, и той глаголуши им, нести ли, не коли же чли, что сотвори Давид их до требования име, и залка сам и иже с ним, кака в ниде в дом Божий при авиафаре архиерей, и хлеба предложения с ниде, их же не достоиша ясти токма и рем, и даде и сущим с ним, и глаголуши им, суббота человека ради бысть, а не человек субботы ради, тем же Господь есть Сын Человеческий и субботе, и в ниде паке в сонмище, и бе тама человек суху им и руку, и на зираху его аще субботы исцелит его, да нань вас глаголют, и глагола человеку суху имущему руку, стани посреде, и глагола им, да стоит ли в субботы добро творить, или зло творить, душу спасти или погубить, они же молчаху, и возрев на них со гневом скорбя, о окаменении сердец, и глагола человеку, простри руку твою и простре, и утвердить рука его цела, яко другая. Прочитаем этот текст в русском синодальном переводе. И случилось ему в субботу проходить за сеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосьи. И фарисеи сказали ему, смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Он сказал им, неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним, как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре, и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним. И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы. Посему сын человеческий есть господин и субботы. И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит я его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, стань на середину. А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали. И, возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец, их говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. На обратном пути в Галилею в одну из суббот Господь проходил со своими учениками через засеянные поля. Ученики, чувствуя голод, начали срывать колосья. Если бы ученики сделали это в обычный день, то в этом не было бы ничего предосудительного и запретного. Коль скоро путник не заносил серп на чужую ниву, он мог свободно срывать колосья. Но в данном случае все происходило в субботу. А суббота была ограждена в буквальном смысле тысячами особых норм и правил. Была запрещена всякая работа. Вся работа была разделена на тридцать девять видов. И среди них были четыре. Жать, сеять, молотить и приготовить муку. Своими действиями ученики нарушили практически все эти четыре правила и должны были считаться нарушившими закон. Нам это может показаться чудовищным, но в глазах раввинов это был смертный грех. А потому фарисеи, почти везде и всегда следовавшие за Христом, отслеживая каждый его шаг и придираясь ко всякому нарушению их обычаев и преданий, тотчас же заметили. Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Иисус в ответ на это обличение процитировал им события из Ветхого Завета, изложенные в двадцать первой главе Первой книги Царств и повествующие о том, как Давид и его спутники, гонимые Саулом, пришли в Новму к священнику Ахимелиху и просили у него хлеба для утоления голода. У священника не было простого хлеба, и потому он дал Давиду хлебопредложение. Хлебами предложения назывались двенадцать хлебов, которые клались каждую субботу на особом столе из массивного золота, сначала в Скинии, а после в храме пред Господом от сынов Израилевых. Эти хлебы как бы предлагались Богу, перед которым были положены, и потому получили название хлебов предложения. Каждую субботу их заменяли новыми хлебами, а снятые должны были есть священники на том святом месте, где они были положены. Борис Ильич Гладков замечает, если мучения голода, которые испытывал Давид, заставили первосвященника нарушить закон о хлебах предложения, если таким образом помощь ближнему в нужде выше соблюдения буквы закона, как милость выше жертвы, то и ученики Иисуса, удаляя свой голод зернами из срываемых колосьев, могли нарушить закон субботнего ничего не делания в том его виде, как понимали фарисеи. Как видно, все внимание фарисеев было направлено на одни только жертвы и установленные преданием обычаи. Фарисеи перестали понимать, что суббота дана человеку для достижения высших нравственных целей, для проявления своей любви к ближним, для совершения добрых дел. Спаситель снова приходит в синагогу, где по обыкновению учит в субботний день, а книжники и фарисеи пришли наблюдать, не исцелит ли он кого-то, чтобы обвинить его в нарушении субботы. Господь, желая показать фарисеям, что дело милосердия гораздо важнее, чем соблюдение закона о субботнем покое, приказывает человеку, имеющему иссохшую руку, стать посреди синагоги, чтобы все могли его видеть, и задает фарисеям вопрос, должно ли в субботу добро делать, или зло делать, душу спасти или погубить. Христос не стыдится и не страшится исповедовать истину благодати и милости, и чтобы доказать фарисеям, что должно творить добро в субботу, тотчас же, всенародно, исцеляет Сухорокова одним своим словом. Тем самым Спаситель обозначает важный принцип, независимо от правил и установлений, сделавший доброе дело в субботу, поступает правильно. Евангельское чтение сегодня призывает нас задуматься о следующем. Можно усердно читать Священное Писание, знать его даже наизусть, но не понимать его истинного смысла. Нам же, дорогие братья и сестры, остается помнить, что добрые поступки, проявление милосердной и сострадательной любви и служение ближнему превыше всего. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! 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 Это celeс spacing! Душа леконосердна, Господа! Продолжение следует...